Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем проходить Хастл Кастл. Так, у меня бойцы получают 49 и 47 уровень, что не может не радовать, естественно, растут ребята, а значит все у нас хорошо. Так, поварята, 12 и 7 уровень, тоже в принципе неплохо. Так, 13 и 9 плотники получают. Так, ребят, у нас полтора миллиона на счету, дерево у нас все, манна практически тоже вся. Остается только лишь немножечко заработать и построить что-то новенькое. Так, давайте вот этого, наверное, мы сейчас с вами разберем. Уууу, это просто подарок судьбы какой-то. Один маг, ну и что, что он фиолетовый, но он один, поэтому разбираем его, естественно, по-быренькому. Ну, вот так, отлично, зарабатываем почти соточку золотых. И того у нас уже миллион семьсот девяносто две тысячи. Так, осталось еще кого-нибудь найти, пожирнее, естественно. Так, 49 не прокатим, о, 95. Давайте-ка, да-да-да, именно его мы сейчас с вами и разберем. И, в принципе, нужная нам сумма будет у нас накоплена. И будем ставить на ап. Так, воин, хорош, успокойся уже, кинжальчик. Отдохни маленько. Ну и что, что тебя рисанули? Это тебя не спасет. Так, отлично. Давай-давай-давай, давай, родной, добивай его, все. Так, давайте, ложитесь всем, пора спать. Ну что же, вот она, ребята, наша долгожданная сумма. От нее мы сейчас будем уже плясать. Миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч. Давайте, наверное, еще кого-нибудь пошуршим, пока есть время. Ух ты! Ну, здесь, наверное, бизончик будет, да? О, 346 тысяч мощей. Вот это жирный, да? Нет, его, естественно, мы с вами бить не будем. Это однозначно, это нам будет дороже. Хотя, для скидывания очей, в принципе, сгодился. Так, здесь не то. Это тоже слабенький. Неужели перевелись все нормальные воины на моей карте, а? Походу, дело, да. Сорок семь тысяч. Ну, а здесь сорок девять и сорок восемь. Давайте тогда сорок девять тысяч где? Мы будем его разбирать. Извини меня, родной, но ты попал. Хотя, в принципе, деньги для меня сейчас не актуальны. Я уже накатил нужную сумму. Есть только до двух лямов. Это да. Все, тут, в принципе, даже можно с закрытыми глазами играть. Потому что шансов нет, конечно же, у Леона. 50 тысяч я зарабатываю. Еще сверху. И того у меня... Ну, буквально еще немножечко, и у меня будет два ляма. Ну, что такое? Что опять? Какая, блин, локация пройдена? Чего вы мне здесь несете? Не, ну так дело не пойдет. Какого фига? Опять сервак начинает глючить. Трояк. Ну, давайте, я не знаю, может быть, поставим пока похилиться маленько. Может, просрется он все-таки и будет нам давать кого-нибудь побомбить. Смотрите, здесь уже такие довольно серьезные суммы пошли. Три миллиона, три двести. Арсенал два миллиона стоит. Так, магическая мастерская и лаборатория. Ну, я думаю, что пока мы на этом не будем зацикливаться. До ремесленного цеха три ляма мне еще не накопить. Ну, естественно, до кухни тоже. А вот бассейн, манны, сарай и сейф. Это да, вполне. Можно, в принципе, сделать сейф, ребята. У меня с бревнами проблема в дальнейшем начнется. И, как полагается, сейф мне обязательно нужен. Так что давайте его делать. Три дня он будет клепаться. Да, довольно долго. Ну, а что поделаешь? Таковы условия игры. Ладно, хорошо. Подождем, потерпим. Что же, ребята, спасибо вам за подарки. Как вы знаете, я это очень ценю. И сейчас я вам отправлю. Ну, что такое? Почему так все лагает? Подглючивает, а? Что-то с сервером не то, ребята. Так, и первый у меня пошел. Пошел, пошел, блин. Славян, Славян Типков. Ну, давай попробуем тебе отправить, родной. Ну, я не знаю, получится ли у меня или нет. Видите, как все подтормаживает. Так, давай еще разочек. Все, отлично, прокатило. Поздравляю тебя. Так, следующий у нас будет кто? Ваня, Ваня Прохоров. Держи, Ванек. Следующий. Михаил Светлов. Неплохо так звучит. Михаил Светлов. Светлый мишка. Никита Демидов. Так, Никитос, лови. Так, Ставро. Ставро отправили. Так, Владимир. Ну, что там опять у меня кто-то появился. Илья. Илья. И еще троечка. Троечка буквально осталось. Паша, Паша. Держи, Пашка. И Игорь Золотуев. И последний. Кто это у нас? Глеб Василевский. Ну, что же, ребята. Все, я отправил. Соис мои чиста перед вами. Открываем сундук. И здесь, как обычно, одни ресурсы. Ну, да. И с этого, наверное, тоже. Сейчас глянем. Да. Но, тем не менее. Тем не менее, ребята. Серия прошла не зря. Я все-таки постройку заказал. Она будет делаться три дня. Что очень хорошо. Ага, вот она, крыса. Понятно, кто тут у меня шурудит. Золотишко ворует потихоньку. Какие на данный момент будут у меня предложения? Ну, практически никаких. Потому что орков у нас на карте нет. Оркофоны я сделать не смогу. Зажиточных игроков сейчас тоже нету. Которых можно было бы пофармить ради золота. Поэтому нам придется, наверное, ребята, немножечко отдохнуть. Буквально капельку. Надеюсь, к тому времени у нас все изменится на карте. И мы с вами приступим, как говорится, фармить и богатеть. Ну что ж, давайте подождем. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот и прошло это время небольшое. И смотрите, на меня нападали. И была победа и поражение. Ну, плюс 17 очков. ПВП я все-таки заработал. Ладно, не беда. 48-й и... Тихо-тихо, не туда. И 50-й, ребята, уровень у меня получили бойцы. Это очень хорошо. Как видите, на меня нападали фиолетовые ребята. Ну, тут понятно. Грех было им не проиграть. Собираем все, что мы накопили. Повара. Повара у меня. Ага, алхимики. Все растут. Мана все пучком. Так, я смотрю, у меня здесь еще... Так, новое достижение. Гениальный казначей. До 20-го уровня я поднял казначея. Тоже очень хорошо. И плотники здесь у меня. Я смотрю, у меня здесь от вас подарочки. Пришли аж 9 штук. Давайте, ребята, их заберем. Друзья, забрать. Отлично. Отправить вам не могу, ребят. Потому что уже все давно отправлено. И что у нас на карте? Есть, есть. Вот они, наши родные орки. Пора устраивать аркофон. Поехали, как говорится. Деребаним их безжалостно. Давай, давай, родной, бомби. Маги не расслабляться. Так, отлично. И, в принципе, что меня радует. На карте они появились абсолютно все. Так что наши 10 сундуков здесь должны быть. Отличненько. Плюс ваши 9. Это будет где-то около 20. Что офигенно возрастает шанс на выпадение каких-либо плюшек для меня. Погнали. Очередная троечка. Так, это у нас воин, маг и лучник. Все, все, все. Хорош. Повоевали и хватит. Отдыхаем. Так, мы, как говорится, не будем с вами отдыхать. Сразу будем всех валить. На то он и аркофон. Так, 11 сундуков. Это замечательно. Давайте. Что их тут по 3-то везде? Я хочу, чтобы их было 5-6. Как говорится, чтобы мои воины потихонечку расслаблялись. Да, кстати, было бы очень прикольно, если бы за то, что воины мои вот бьют, поднимали бы себе тоже уровень. Как бы немножко раскачивались. В этом был бы толк. А мы все время только с помощью тренировочной можем их поднимать. Хотя, не понимаю, да? Смысл. Мы, воины, воюем. Соответственно, наш опыт в этом деле должен расти. И, соответственно, уровень боевого искусства. Причем здесь оружейка? Что он в этой тренировочной, блин, получает больше опыта, чем на поле боя? Нет немножко логики здесь. Ладно. Это, как говорится, упущение программистов. Нам, как говорится, приходится играть именно по их правилам. И вот у нас здесь уже пятерочка врагов. Сейчас быренько мы их расфокусируем. Хорош, ребята. Ну, в самом деле-то уже... Не, чтоб так пришел, а не пришли. Нате вам, сударь, сундучок наш. Только не трогайте. Да, как в этих можно атаковать или пропустить. Я бы, естественно, пропускал бои. Забирал бы сундуки и сматывался по-быренькому. Так, ладно. Шутки в сторону. Пять боев у нас еще впереди. Ну, это вообще голодранцы выбежали тут в распашонках. Так, лежать. И ты тоже, родной. Много ты тут, я смотрю, не повоевал. Так, еще не забывайте, что у меня за прогресс там сундучок лежит. Отлично. В общей сложности пока 16. Плюс еще 4. Ну да, получается 20 сундуков с копейками у нас с вами получится. Даже если из них выпадут одни только ресурсы и деньги, то уже небольшой вклад будет в развитие нашего замка. Все, лежат. Даже пикнуть не успели. И следующая у нас партия. Так, подождите. Да, 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 да. Давайте вот здесь вот это вот добьем. Опять их трое здесь. Я даже не смотрю, сколько у них мощей, сколько у них там жизни. Потому что это все вата для нас в данный момент. Единственное, что хочу, чтобы у меня уже все-таки начал падать фиолетовый шмот. Фиолетовая броня, там оружие улучшенное какое-нибудь. Надоели мне эти красные тряпки на самом деле. Потому что я могу в данный момент только нападать на слабеньких игроков и вот фармить орков. А уже хочется действительно драться на уровне. Ну а чтобы это произошло, естественно, нам нужен офигенный шмот и офигенное оружие. Все, лежать. Они отдыхают. И осталась у нас, по-моему, одна бойня. Сейчас глянем. Так, да, последний у нас орк, заблудившийся. И опять их тут трое. Какие-то слабенькие вылазки они делают в нынешнее время. Ну, что ж поделаешь. Не фартит им, как, в принципе, и мне. Давай, ребята, ложимся. Мне надо с вас сундук. И пора бы их вскрывать и смотреть, что выпадет. Это мое самое любимое сейчас в данный момент дело. Ах, да, ребята, еще синий сундук я получил. Ну что ж, приступаем. Так, с этих обычно нечего такого хорошего ждать. Поэтому даже не буду обольщаться. Так, ресурсы, деньги. И еда. Кстати, вот еда, это хорошо, что с этих падает сундучко. Отличненько. Я надеюсь, за эти 20 сундуков мы что-нибудь с вами хорошего вскроем. Так, где у меня тут кто-то? Кто-то шуршит опять по моему замку. Ага, огненный голем. Кстати, он почему-то зачастил в последнее время. Кто его не было, не было. А сейчас периодически постоянно вылазит. Так, давайте заберем пока здесь все, что у нас подкопилось. Раз уж такая пляска пошла. И продолжаем. Продолжаем скрывать, что ресурсы. Ладно. И тут, наверное, тоже три сундучка с ресурсами. Ну, с синего-то полюбасику что-нибудь хорошенькое должно выпасть. Все, последний сундук. Это, ребята, ваши, подарковские. Начинаем скрывать такие уже серьезные сундучки. С них опять же ничего мне почему-то не падает. Как ни странно. Так, третий. Блин, да что такое? Не может этого быть, ребят. Как же так? Где фортуна? Почему она меня покинула? Ёлки-палки. Да не может... Да неужели ни с одного ничего не выпадет? Ах ты, игруля, игруля. Подсираешь ты мне, видимо. Только стал говорить, что хочу фиолетовый шмот. Как на тебе. Сказал, хрен тебе, а не фиолетовый шмот. Тебе вообще ничего не будет. Даже лакмусовые бумажки. Черт подери, не фартит. О, ну надо же, с последнего сундука выпало. На 50 уровень броня для мага. Ладно, хоть на этом спасибо. И синий. Что у нас дает? Колечко для поваров. В принципе, довольно неплохо. 980 еды в час. Так, давайте-ка мы сейчас глянем. Ух ты, денежки. Тут улыбочки у нас. Забираем прогресс. Второй. Так, это еще два сундучка у нас. Ну что же, давайте их тогда вскроем по-быренькому. Так, о, скалка. Опять же на повара. Что-то фартит. Вот сегодня день поваров, явно. Наверное, международный день поваров. Ох ты, 1233. По-моему, у меня уже такой есть один лежит. Я им, в принципе, не пользуюсь. Так ведь, да? Вот он, ребята. И причем абсолютно одинаковый. Хе-хе-хе. Ну ладно. Хоть на этом спасибо. 970, да, значит? Так, давайте посмотрим. Вот у меня две скалочки. 950. Слабовато. Так, вот. Что у тебя за черт? 920. Надо, наверное, посмотреть. Так. Да, меняем. Естественно, мы меняем. Тут 900 всего. Нет, 950 будет покруче. Так. И, наверное... Где колечко-то? Ах ты, елки-палки. На 17 уровень не подходит. Ну что же. Ладно, главное, что мы распределили. Что нам надо было. Так. Есения. Евгения. Все стоят. Все учатся. Тренируются. Так. Здесь мы собираем улыбочки. Бревна. Так. А ты у меня что? Полностью выученный, что ли, а? Да не ты. Вот этот. Да елки-палки. Что ты мне... Вот. Да, ребята. У него 20 уровень казначейства. Давайте глянем, что я могу ему вообще присобачить. Если у меня для него очень подходящее. А, тут на 26-й, на 24-й. Е-мое. Так. Ну, это слабенькая печаточка. Так что, пускай пока остается... Вот. Вот это надо одеть. Весы. Почему они у меня простаивают? Интересно мне знать. И... А, вот это даже будет получше. Ребята, вы посмотрите. Да, пускай он будет у меня в очочках. Так. 2424 в час. Давайте мы отсюда уберем кого-нибудь с вами слабенького. Так. Ну, я так понял, 1206 самый слабый. Это у нас Людмила, оказывается. Ну, оно и ясно. Восьмой уровень у него казначейства. Надо ее убирать. Нет, это не то. Вот она. Вот она моя Людмилушка. Давай-ка мы сделаем так. Так, иди сюда. Подождите, надо ее куда-то поставить. Давай, для начала сюда. А ты уже беги. Зарабатывай мне бабло. Вот так мы, наверное, с вами, ребята, и порешаем. Единственное, что сейчас мне надо будет Людмилу поймать и поставить ее дальше. Пускай она тренируется. Нечего ей прохлаждаться. Где она тут бежит-то у меня? Я ее не вижу пока. Два дня, 11 часов у меня будет делаться дровяная. Ну, это где копится дрова. Матвей. Ну, где Людмила-то, елки-палки? А, вот. Давай, иди сюда. Все, тренируйся, короче. И на этом я тебя оставляю в покое. Давайте смотреть, ребята, игроков. Кого? Вот. Довольно неплохо должно быть. 217. Да, я думаю, что сможем мы с вами разбомбить их. Ну, а если даже не сможем, ничего в этом страшного не будет. Как-то неудачно я пошутил, потому что, естественно, ребята, вы понимаете, что этих ребят я завалю просто на раз-два. Хотя... Вот сейчас мой лучник их и добьет. Вот, как вы видите, я призвал орка в помощь себе. Воин у них довольно сильный, вы посмотрите, а? Что творит? Так, у них не воин, у них даже, я бы сказал, даггерщик. Точнее, кинжальщик. Так, последний тут остался маг, у которого просто нет никаких шансов. И все, еще один маг тут был воскрешен, и он упал. Отлично, ребята, мы получаем с вами почти соточку золотых. Это плюс к нашей казне. Итого у меня полляма уже есть. Так, ребята, идите лечитесь. Я смотрю, у меня тут много улыбочек накопилось. Так, давайте это все заберем. Естественно, дровишки, яблочки, золото, все как полагается. Сейчас они у меня по-баренькому отхилятся. Ну, а мы с вами будем смотреть, кто же, кто же следующий. Так, Богдан. Что-то слабенько как-то. Нет, не фартит, ребята. Давайте посмотрим Женю. Так, добавляем магию. Я уже, наверное, ребята, скоро отойду вообще от фаерболов. В них уже я вообще не вижу смысла. Хотя, порой бывают такие моменты, где они могут сыграть решающую роль. Ну, да ладно. Не об этом сейчас идет разговор. Так, 138 тысяч мощей. Да, ну денег, конечно, у него маловато. Но для нас сейчас практически все хорошо. Потому что нам нужно зарабатывать. Зарабатывать деньги. Причем очень-очень большие. Так, ну что, отхилились вы там у меня, ребята? Так, ну все вроде здоровенькие. Скорее-скорее орет, скорее. Давай-давай, уже в пути. И сейчас, ребята, мы пойдем с вами продолжать бойню. Где у нас тут Женя? Отлично. Без всяких там разведок. Я уже его проверял. Кстати, у него один фиолетовый воин. Даже не знаю, стоит ли нападать. Так, вы у меня как тут? Все одеты хорошо. Вроде бы да. Давайте тогда. Да ну нафиг, опять что ли начинается эта фигня? Что с серваком, а? Так, 50 золотых тысяч. Слабенький. Слабенький. Значит, у нас пока только Женя стоит. Ага, вот, смотрите-ка. Надеюсь, не Бизон? Нет, Бизон. Четыре фиолетовых, да? Это у нас маг. Тоже маг. Маг. Три мага, что ли? И воин. Такой, блин, соблазн его накумарить. Ну, я прекрасно знаю, что он меня разбомбит. Тут 47 тысяч 32. Не катит никак. Ребят, давайте тогда Женьку разберем. По-быренькому. Отлично. Один фиолетовый. И у него воин это. Ёлки-палки. Посмотрим, что у нас из этого получится. Хо-хоу. Да, я уже понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Даже, наверное, мой лучник не поможет. Хотя. Так. Нет, все-таки, все-таки есть небольшой шанс, ребята. Ну, давай, давай. Что ты там стоишь-то с жопой? Отвернувшийся. Давай, давай. Маги, ёлки-палки. Ну. Да хорош уже тупить-то. Ну. Все, да, по ходу дела. Да, ребята. Вот так вот. Вот что значит фиолетовый воин. Блин. Зараза. Проиграл. Даже ничего мне здесь не помогло. Придется и всех ставить, естественно, на отхил. Да. Блин. Всего лишь один воин в фиолетовом костюме. Да, я не спорю. 55-го уровня или полтинничек там у него был. Но это не важно. Суть в том, что все-таки какое преимущество перед красными тряпками он имеет, а? Красными тряпками. Ну, а по-другому не назвать их. Ну, что ж, дорогие мои. В принципе, на этом моя игровая серия закончилась. А сейчас я буду делать, так скажем, небольшое предисловие для тех, кто мне все время задает вопросы, для чего нужно скидывать ПВП очки. Ну, объясню. Во-первых. Для того, чтобы вас окружали хотя бы равные или намного меньше игроки, которых вы можете фармить и зарабатывать на них ресурсы и деньги. Ну, а во-вторых, это чтобы, как говорится, стоять в этой нише, где действительно вы что-то можете сделать. Как бы и драться, в то же время чувствовать себя неущемленным. В общем, сейчас я буду скидывать их просто-напросто. Для этого мы делаем что? Оставляем всего лишь одного игрока у себя в группе. Нападаем практически на любого, на кого захотите. Нас убивают. И за это мы теряем очки. Вот, минус 22 очка. Скидываем приблизительно. Главное, ну, на моем уровне мне надо иметь где-то 1950. Ну, что-то вот в этих районах, чтобы я более-менее себя чувствовал на плаву. Так, и продолжаем в том же, в принципе, духе. Мы будем нападать, нас будут убивать, и мы будем терять очки. Да, единственный, конечно, минус в этом, мы тратим еду. Она нам, как говорится, нужна. Ну, у меня в данный момент 113 тысяч, и я могу позволить себе еще сделать нападение. Так, штучек сколько, в принципе? Ну, штучек 4. Так, давай. Я специально не отхиливаюсь, чтобы как можно быстрее падать, умирать. Это, в принципе, облегчает и нападение, и убийство. Ну, и я экономлю, естественно, на этом время. Так, давайте Ноха теперь зашуршим. И единственное, что здесь, ребята, какой минус. Если вы будете на одного игрока часто нападать, рано или поздно он исчезнет с карты. Ну, я думаю, что это больше плюс, чем минус. Так, давайте еще разочек нападем. Так, отлично. Ну, в принципе, я думаю, что уже, наверное, на этом надо завязывать. Я уже приблизительно скинул до нужного мне. Так, 1956 мощей у меня. Давайте еще один бой сделаем на трояка. И, наверное, мы на этом успокоимся. Так, давай. Ух ты, трояк. Одни фиолы. Да. Тут, даже если бы я полным отрядом напал, он бы меня раздеребанил. Ну, что. Наверное, все, ребятушки, на этом. Возвращаем своих солдат. Да, не забудьте их вернуть обратно к себе в казарму. Иначе вы можете выйти из игры и вас будут разбирать. Соответственно, забирая все. Деньги и ресурсы. Так. Ну, что же, ребята. На этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся в следующих сериях. Все. Всем пока, ребята. До новых встреч.